Выехал из села Шелек в сторону Алматы, здесь появились новые заправки, сеть газ-энерджи, справа здесь местное кладбище, а здесь вот вдоль дороги еще что-то строят, тоже похоже на АЗС, пока не ясно, что будет. И вот наш поворот в сторону населенного пункта Тургайбаз, также на картах он отмечен как Тургайбаза или Тургайбаза, а здесь оказывается просто название Тургайбаз, не знаю что означает такое название, но в сторону села есть асфальт, раньше всегда проезжал мимо, данное село находится в Вимбекше-Казахском районе, вблизи села Шелек, и когда вот вдоль трассы проезжаешь, у села можно заметить очень много заброшек. И вот стало интересно, что же здесь такое, и что было раньше. От трассы тут буквально недалеко, наверное меньше километра, или около того. А вот и те самые заброшки. Какая-то здесь заброшенная база, большая прям, если на карте смотреть, то она реально огромная просто. Половина получается села, это вот эта база, а другая половина, ну видать, живые дома. Вот тут на въезде в село прям такой лес. Субтитры сделал DimaTorzok Вот по вот этой дороге я приехал, пришлось вооружиться вот такой небольшой палкой, так как здесь очень много собак, на всякий случай, так сказать. Вот такая вот территория, видно, что уже давно заброшенная, никого нет, охраны нет, окна выбиты, ну в плане стекла разбитые. Ворота на замке, еще и цепь висит. И вот такая территория, видно, что в целом, кажется, ничего не сохранилось, все разрушено. А это, видать, не знаю, что-то вроде КПП, наверное, или какое-то административное здание было. Оно более-менее сохранилось. Сюда же, смотрите, был, так скажем, что-то вроде тропинки, тротуар. Из бетонных плит. Здесь вот на заборе написано «Счастье». Видать, полностью закрыли, так скажем, доступ туда. Но в целом, как бы, попасть туда не проблема, конечно. Вот. Но зачем называется? Если там ничего такого нету на данный момент. Сейчас, надеюсь, в селе получится узнать, что здесь было раньше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Вот туда направо, это трасса Алматы-Харгос. А вот сюда, это въезд в село. Дальше вот дорога в сторону села. Здесь вот есть, видать, водокачка. Походу она дала крен. То есть, он начал наклоняться или даже падать. И его, вот, получается, зацепили вот такими цепями. Да, мощно, конечно, выглядит. Вот так. Вот так. Так. в селе ловит сотовая связь теле 2 и актив но работает интернет только у теле 2 по данным 2009 года в селе проживает 189 человек так доехал до конца этой улице и кажется здесь его закончилась тут еще есть еще одна улица надо еще по ней проехать вот такая вот короткая улица есть поспрашивал у местных ребят говорят что была молбаза то есть держали здесь скот я так понимаю наверное ну коров типа мтф наверно было но опять же я не уверен вот так что если кто-то знает что-то про это место пожалуйста поделитесь комментариях под видео селе школы нет и все дети ходят соседнее село щелек на въезде в село видать пропустил что-то здесь рыли а на этом все спасибо до скорой встречи и пока пока увидимся